Здравствуйте и позвольте разжечь. Буквально вчера, 20 января 2013 года, на телеканале НТВ вышел очередной пропагандистский фильм под названием «Не верю». Уже само название говорило о том, что сейчас начнется большое, крутое мочилово оппозиции, которая якобы находится в споре с самим Господом Богом. И сегодня с одним из таких спорщиков, а точнее основных фигурантов этого фильма мы и беседуем. Виктор Бондаренко – меценат, коллекционер. Мы сегодня у него в гостях. Здравствуйте, Виктор Александрович. Здравствуйте. С чего все началось? Вам как? Позвонили с НТВ, предложили что-то? Рассказывайте. Александр, вот здесь очень важно для меня, что вы сказали оппозиции. Я как раз не оппозиция, а я лоялист. Я считаю, что оппозиция находится в РПЦМП, оппозиция находится в Кремле. Оппозиция к чему? В Белом доме. Оппозиция нашему государству, которое называется Российская Федерация. Его светскости, его многонациональности. То есть, статьи Конституции, которые постулируют, что это светское государство, религия отделена от государства, религиозные объединения равны перед законом. Это постоянно муссируется, эта статья 14, но никто не обращает на нее внимания. То же самое, ну, любую статью возьмите. На самом деле, мне очень нравится Конституция Российской Федерации. Я очень люблю Российскую Федерацию. Вот здесь нужно определиться. Я считаю, что Российская Федерация – это молодое государство, которое было основано в 1991 году. Да, оно было основано на осколках Российской империи православной и на осколках Советской империи. Но оно основано в 1991 году. Так как, точно так же, как государство Израиль основано в 1948 году, государство Греция – в 1830, Италия – в 1870. Поэтому им легче. Они отбросили все наносное вековое и пошли дальше. Некоторые побежали дальше. А мы хотим на себя натянуть все. И 200-300 лет татаро-монгольского ига, когда мы были данниками и улусом Золотой Орды. Почему это наша история? Это не наша история. Да, это история, возможно, народа, но это не история Российской Федерации. Поэтому для меня очень важно здесь провести вот эту черту, что я лоялист Российской Федерации. Я не любил и не хотел никогда жить в Советском Союзе. Мне очень не нравится, потому что я читаю, и когда я читаю Гоголя, когда я читаю Салтыкова-Щедрина, Чехова, Радищева, Чаадаева, мне очень не нравится православная, лживая Российская империя, которая тоже сдохла. Понимаете, она сдохла. И сегодня появилась оппозиция Российской Федерации. Эта оппозиция не только появилась, она уже совершила на самом деле государственный переворот, подобный тому, который аятолы совершили в 1978 году. В Иране. В Иране, да. То есть церковь проникла во все сферы нашей жизни. Она уже в школе, она в армии, она на вокзалах, она в Останкино. Если вы приезжаете в Останкино, тут вы там тоже видите место помолиться. Она везде, но она также пошла, вы видите, в музеи, в театры, в галереи, то, что было с нами на выставке «Духовная брань». Она пошла во все сферы, во все страты нашей жизни. И этому нужно противостоять. Поэтому я говорю, я не оппозиционер. Я лоялист. Я вот держу в руках Конституцию Российской Федерации. И я очень люблю Российскую Федерацию. Виктор, тем не менее, вас представили в этом фильме именно как человека, который находится в оппозиции существующему режиму, который находится в оппозиции РПЦ. Ну, расскажите, с чего все началось? Как вам? Позвонили? Ну, во-первых, если мы будем говорить о этой передаче конкретной, и нужно, наверное, я согласен ответить им, позвонил Борис, я его не знал. Корчевников. Корчевников, да. И сказал, что вот мы делаем передачу о нападках на церковь. Представился, что он с НТВ. Я сказал, что с НТВ – это люди с НТВ, не рукопожатные. И я не хотел бы общаться с этой телевизионной компанией. Тем не менее, он убедил меня, сказав, что он хотел бы сделать объективный фильм. На самом деле, он, конечно, меня обманул. Фильм довольно-таки субъективный, тенденциозный. Чистый заказ, чистая, я не знаю, это даже не желтая пресса, а оранжевая. В смысле, средством этот фильм. Оранжевый, он не относится к желтой прессе. И я согласился. Но я согласился с пониманием, если вы зайдете на Фейсбук, вы увидите, что в тот же самый день я написал, что чувствую, готовится подлянка. Но я-то надеялся, что хотя бы что-то, что-то удастся сказать. Что-то. Но мне вообще ничего не удалось сказать. Вырезали, убрали буквально все. Например, я сейчас хотел бы вам сказать. У меня есть теория, я говорю, где и это меня очень беспокоит, очень волнует. Мне это очень больно от того, что миллионы наших граждан, причем многие из них лучшие или одни из лучших, покидают нашу страну. Я не буду называть имена. Это известнейшие хоккеисты, которые стали гражданами Америки. Это футболисты, которые обратились и получили английские паспорта. Это известные певцы, ну, например, та же Нитрепка, гражданка Австрии. Это известные теннисисты, которые не хотят. И я сказал, вы знаете, Россия для меня, как вагина, рождающая таланты ученых, спортсменов, артистов, рожающая для других стран. Что делает НТВ? Россия как вагина. То есть, они просто выдернули из контекста, а оставили? Не выдернули, а обрубили. Да, обрубили. Я встретил вас и все. Помните известный романс? Я встретил вас. Я встретил вас и все. Обрубили. Потом еще в одном продолжении, в дискурсе я говорю. И это тоже есть. Два месяца, три месяца назад сегодня это ночью выставил на Фейсбуке. Я говорю так же. Вы знаете, вот как вам объяснить, что вот есть вещи, которые преступно обсуждать. Ну, например, преступно обсуждать, что Российская Федерация православное государство. Вы скажите, Татарстан это Российская Федерация? Да, разумеется. Дагестан это Российская Федерация? Бурятия. Это что, православные республики? Нет. Значит, говорить, что Российская Федерация, православное государство, это разжигать межнациональную рознь, это разваливать Российскую Федерацию. Во всяком случае, вот это государство, которое вот прописано в этой Конституции. И я говорю, вы же знаете, такие есть вещи, чтобы вы поняли, о которых даже не может быть мнения. Например, какое может быть мнение, в какой позе можно совокупляться с 12-летней девочкой? И что? Не может быть, да, боком, извините, боком или раком. Не может быть мнения. Это преступление, даже рассматривать это, это уголовно наказуемое преступление. Что они делают? Они обрубают, в какой позе можно совокупляться с девочкой 12-летней, боком или раком. Ну, чистые мерзавцы, понимаете? Поэтому заказуха, я говорю, Геббельс, конечно, смеется над ними, очень дешевая оказалась антиреклама для тех, кто это заказал. И все это понимают, да, разумные люди понимают, что чистое, мерзкое. Я сегодня проснулся, как будто я во что-то вступил. Но это всегда ощущение от общения с РПЦ, МП, всегда как во что-то вступил. А вы в суд будете подавать на НТВ? Ну, наверное, пусть посмотрят юристы. Я там не вижу, не вижу, за что подавать в суд. Ну, обрубили они. Ну, вот Россия вагина, и обрубили. Россия вагина, которая производит, рождает таланты ученых, артистов, спортсменов великих. И они покидают ее. Но ведь вас там практически назвали чуть ли не агентом ЦРУ. Это же... Ну, нет, это не назвали. Это еще раз, вот тоже, я хотел же показать, что я делал для моей культуры. В свое время я один из первых создал журнал, который назывался «Паспорт Новый мир». Вышел один номер, паспорт в СССР. То есть, я хотел показать достижение моей цивилизации. Все-таки я не могу вырвать. Я сразу всегда говорю во всех этих дискуссиях, да, я считаю себя русским, да, я считаю этнически себя русским православным, потому что я крещен православием. Я этого не выбирал. Я бы никогда не выбрал эту религию, никогда. Ну, однажды уже крестившись, родители приняли такое решение, меня не спрашивали, да, когда я был маленький. Я буду оставаться, опять-таки, этнически, потому что, похоже, такое этнос существует. Но я не воцерковленный. Даже больше скажу, то, что написано в Библии, это оскорбляют мое человеческое достоинство, вы понимаете. Поэтому я этнически православный, русский православный. Да, я вырос в русской культуре, у меня мама русская, курская, Ефросиния Семеновна, куда более русская, из Курска, да. Вот, я русский. И я хотел показать, что вот даже у Корчевникова я показываю, вы видели в фильме, там, указываю на какие-то издания, все, ни о чем не говорится. Я показывал, сколько я издал книг, каталоги оружия России, журнал «Военный парад», который сегодня до сих пор существует, оружие Калашникова, вон они все стоят, советская военная мощь от Сталина до Горбачева, еще я вел переговоры даже с Харитоном, с покойным, да, отцом ядерной бомбы. То есть, я очень много сделал для моей культуры, да, много издал книг, 300 лет, 300-летию российского флота издал «Флаги России», да, все, все флаги России, там, начиная с Ботика Петра Первого, да. И я указываю на эти книги, я также показываю на журнал «Военный парад», но об этом ничего не говорится, говорится, выдергиваются только какие-то слова, и под это идет текст Корчевникова, довольно-таки неталантливый текст, и этот мальчик, я считаю, поставил крест на своей карьере, понимаете, потому что он просто говночист в моем понимании, понимаете. Тем не менее, чтобы вы сейчас в двух словах буквально сказали тем зрителям, которые поверили пропаганде НТВ, не то, что «Мне есть что спеть, представь перед Всевышним», да, ну вот прошел фильм, он оставил какое-то впечатление у телезрителей. Что бы вы сказали тем зрителям, которые поверили этому фильму? Я бы хотел сказать, что человек начинается с того, что он задает вопрос и начинает пользоваться тем, что дал ему Бог. Я бы хотел, чтобы люди в нашей стране наконец-то начали задавать вопросы. Начали задавать вопросы. Почему эта церковь всегда с властью? Почему она пела за здравие татаро-монгольского хана? Вон у меня висит икона Михаила Тверского. Вы знаете, его церковь анафеме предавала. Знаете, за что? За сопротивление татаро-монголам. Почему церковь отпевала Сталина? Алексей Первый отпевал Сталина за упокой души его сатанинской, да? Поэтому вот эта церковь, она почему-то монополизировала понятие Бога. Я хочу вообще-то, чтобы наши люди задумали, что еще как минимум 5 миллиардов населения земного шара живет, во-первых, вне христианства. Потом какая-то большая часть, сотни миллионов, живет в христианстве католическом и протестантском. Поэтому очень небольшая часть православного христианства живет на земле. Патриарх Кирилл все время говорит, я его слушаю по субботам, он говорит, мы православные верим в молитву. Патриарх Кирилл, откажитесь от федеральной службы охраны, молитесь Богу, вы же верите в молитву и в Бога верите. Откажитесь от федеральной службы охраны. Почему же вы не верите в Бога? Он же вас защитит. Или вы таки не верите? Федеральная служба охраны все-таки надежнее. Поэтому я хотел бы вашим телезрителям обратиться к ним. Если у вас осталось негативное, я вам скажу, что можно вырвать, как я вчера увидел, я умный-умный, но очень наивный, а думал умный, оказался не очень умный, что все-таки пошел на контакт с НТВ, и вчера я еще раз убедился, если вы играете с шулерами, вы никогда у них не выиграете. Никогда. Поэтому это конкретно были шулеры, мерзавцы, нацеленные только на одно. Взять и выставить людей, которые что-то говорят, то, что им не нравится, выставить их в негативном свете. Еще раз говорю, в Библии написано, и по плодам их узнаете их, и по плодам узнается древо. Поэтому смотрите по плодам, посмотрите на плоды Русской Православной Церкви. Не нужно, вот вчера деток показывали, как батюшка какой-то деток собирает. Я вам сейчас соберу столько информации, как нацисты, фашисты спасали деток. Ну что, это значит, что нацистская партия была хорошая? Что нацисты были хорошие? Я вам скажу, как эсэсовцы спасали еврейку, прятали, или семью еврейскую прятали. Ну и что? Мы сейчас очень много можем найти таких фактов из истории Второй мировой войны. Ну и что? Ну и что из этого? Ну все-таки нужно смотреть по плодам. Повторяю, задумайтесь, почему Петр Первый упразднил патриаршество? Что произошло в 1917 году? Почему церковь отрицает, почему церковь враг Конституции Российской Федерации? Спасибо большое, Виктор Александрович. Итак, дьявол любит рядиться в одежды святошь. Но вряд ли у патриарха Кирилла на столе стоит вертушка с прямой связью к Всевышнему. Не собеседуйте с бесами. Смотрите «Притвестник». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова